В областной столице состоялась презентация документального фильма «300 лет одиночества». Картина рассказывает о русском путешественнике Фёдоре Конюхове. Это утро вместе с нами встречает автор фильма, тюменский режиссёр Константин Аддегов. Константин, доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с премьерой фильма. Особенно ценно то, что фильм этот документальный. Те, кто кинематографией интересуется, знают, что документалистика сегодня всё-таки переживает непростые времена. И мне хочется у вас узнать, почему вы работаете в этом жанре, и за что вы его выбираете? На мой взгляд, наоборот. Документальное кино сейчас на подъёме. Об этом свидетельствуют и московские, и питерские кинофестивали, которые включили, наконец-то, в свои программы документальное кино. Так что оно очень популярно среди зрителей. И я думаю, что уже более взрослое поколение отходит от восприятия фэнтези и хочет вернуться в реальность. Вам что нравится в этом жанре? За что вы его выбираете среди других? Ну, это я не выбираю. Не я выбираю, а меня выбираю. Так получается. Я с удовольствием работал и в жанре полного метра художественного кино. Но так случилось, что в последнее время я делаю только документально. Ну, в первую очередь, наверное, из-за финансовых проблем. Итак, фильм «300 лет одиночества». Вы, как автор, остались довольны результатом? Я всегда доволен своими результатами. Иначе я не выпущу картину, если меня что-то в ней не устраивает. Как долго вы пересматриваете, дорабатываете, перемонтируете? Ну, процесс совершенства может быть бесконечным. Ну, в общем-то, у меня длительных таких работ не бывает. Как-то все складывается довольно-таки скоротечно. Ваш главный герой – это Федор Конюхов, путешественник. На этот раз, да. И журналисты о нем отзываются как о очень скромном человеке, да, при всей его популярности. Как вам удалось с ним найти общий язык и тем более сделать главного героя вашего фильма? Ну, мало того, скромный. Он священник, он очень занятой человек. Большую часть жизни, как выяснилось, проводит действительно в путешествиях. А мне повезло, несказанно, просто меценаты, которые сейчас продвигают его новый проект, путешествие на весельной лодке, подчеркиваю, на весельной, через Тихий океан, захотели, чтобы о нем узнали как можно больше наших людей. Нас познакомили на его выставке картин, я увлекаюсь живописью, и первоначально на меня не произвели большого впечатления его работы, к сожалению, наверное, всего от незнания. Я, в общем-то, не очень-то понимал графику. Но сейчас, я думаю, что, помимо того, что Конюхов великий путешественник, я думаю, что он еще станет когда-нибудь знаменитым художником. Просто его работа не раскручена, к сожалению. Ну вот сейчас вот мы смотрим некоторые кадры, да, из вашего фильма. Можете прокомментировать? Ну, здесь нечего комментировать, так все понятно. По-моему, картинка за себя говорит. Ну, для наших телезрителей, да, чтобы было понятно, вы за эфиром сказали, что, в принципе, он не против продолжить работу. Это действительно так? Ну, да, после того, как посмотрел Федор Филиппович и его команду, первое предложение их было продолжить рассказ, повествование о жизни Федора Филипповича. Ну, а вы-то планируете? Ну, я могу планировать, но располагаю только Господь, и все в его руках. А как у автора, как у режиссера, не могу не задать этот вопрос, какой этап был самым сложным? Было такое, что-то не удавалось. Всегда самым сложным для меня бывает в моей работе – это этап финансирования. Все остальное доставляет только удовольствие. Но этот фильм – не первая ваша работа, да? Что его отличает от других ваших работ документальных? Ой, мне трудно сказать. Ну, может быть, это работа о человеке, действительно, очень ярком и знаменитом во всем мире. Сейчас, вот как прежняя была у меня Григория Фимовича Распутина, который, наверное, даже еще более знаменит, но уже его, к сожалению, нет среди нас. Ну, а Федор Филиппович здравствует, слава Богу. И, конечно, это, ну, и больше интереса у зрителей вызывает, ну, и, конечно, и работаешь с большей отдачей. 300 лет одиночества. Почему именно это название? Кто выбрал, кто согласовал в итоге? Ну, это по аналогии с известным произведением Маркеса «Сто лет одиночества». А тут 300. 300, потому что сам Федор Филиппович сказал, кто видел картину, наверняка запомнил эти слова, что он прожил, ему кажется, будь то уже 300 лет, поскольку путешествия очень длинны во времени, он путешествует, там, бывает от 100 до 200 дней в году, так что, на самом деле, жизнь, кажется, длинноватой, его понимание. Константин, быть может, действительно о своих работах отзываться самому, да? Да, сложно. Наш режиссер сейчас просит вам задать вопрос. А вам какие документальные фильмы нравятся? Вы имеете в виду из моих коллег? Искренние? Коллеги, да. Прежде всего, искренние и талантливые. Ну, кто-то их из авторов, быть может, назовете именно. Да, как-то нетрудно сказать. Ну, хорошо. Документалистика все-таки это такой своеобразный жанр. Ходите ли вы вообще, в принципе, в кино? И что вы предпочитаете смотреть? К сожалению, даже, можно сказать, к стыду, я последний раз был в кинотеатре, ну, года полтора-два назад, недели две тому назад я собрался было что-то посмотреть, но, глянув на репертуар, с ужасом отказался. Ну, вот, к сожалению, такая ситуация сейчас. То есть, не нехватка времени, да, как обычно мы говорим? Да нет, что... Скорее всего, ну, во-первых, меня раздражает поедание попкорна. Соседи, я как-то не могу сосредоточиться на картине. Ну, это чисто профессионально, наверное, нужно от этого отказывать. Отказывать себе и отказываться, так сказать, в таких соседях. Поэтому я стараюсь там на DVD смотреть то, что мне интересно. Ну, а кинотеатр сегодня предлагает развлекательное кино, аттракцион, цирк. Вот, то, с чего кино начиналось сто лет назад, как известно, к нему и вернулось. Меня интересует более глубокое кино. Вы документалистикой занимаетесь давно. Есть то, что вы еще не осуществили? Какая-то, быть может, заветная мечта, профессиональная? Ну, безусловно, есть, но я о ней сейчас не знаю. Не знаете? Ну, конечно, ну, разве можно предугадать, что с тобой будет? Я мечтаю, ты не знаю, чем... Я и не мечтал снять фильм о Федоре Конихове, так судьба сложилась. Сейчас вы еще на чем-то работаете? Ну, я постоянно в поиске и в работе, да. У меня масса проектов снятых, их нужно доделывать, на это нужно время тоже. Вы сказали о том, что... Вот мое мнение, да, то, что документалистика, жанр непростой. Откуда это, да? Я была на ТЭФе «Регион», там были документалисты, вот говорили об этом жанре, что непросто в нем работать. Вы говорите, что все-таки непросто, но люди работают в нем, да? Все-таки он не умирает, этот жанр. Вот люди, которые бы хотели в нем работать, дайте несколько советов и рекомендаций. Да я не понимаю этого слова «работать непросто». Тот, кто работает от сердца, тот, кто делает искусство, тому всегда интересно. Должен быть, прежде всего, интерес, а нужно любить своего героя, если ты рассказываешь о нем. Так, любить героя? И любить свою работу. Ну, наверное. Константин, спасибо, что это утро. Вы встретили вместе с нами. Любовь правит миром, как вы знаете. Благодарю вас. Спасибо.